Ну, привет! В последнее время участились тренировки людей в Страве, которые заканчиваются аж в Кронштадте. И путь их пролегает через Дамбу. Благодаря подписчику, чье имя я напишу вот здесь внизу, и его видеозаписи того, как он проходит Дамбу, мы сейчас тоже поедем проезжать Дамбу. Для тех, кто не в курсе, попасть в Кронштадт сложновато. Сложность заключается в том, что единственная дорога на остров Котлин, на котором расположен город Кронштадт, это окружная, то есть скоростная автомагистраль, куда велосипедистам нельзя! Совсем-совсем. Вообще. Ни под каким предлогом. Вот. Но есть, как выяснилось, нелегкий путь страданий, притеснений и узкости, но это возможность. Сейчас мы влесим носу, тротуарим по левой стороне, потому что иначе мы не попадем на нужную точку въезда на технические дороги Дамбы. А движение нам предстоит именно по технической дороге, местами по переходам, очень неудобным и очень узким. Но вы увидите. Самое время собой не гордиться, так как едем мы сейчас почти что по встречке, пусть и по обочине, но по встречке. Ай-яй-яй, очень плохо. Там был пешеходный переход, могли ехать и по нему на самом деле. Ну, на будущее будем знать. А так страшно, злостно нарушали. Миновали первый сегмент технической дороги. Очень хорошая дорога, кстати. Вполне проезжаемая, вполне ровная. Ну, тут машины не часто ездят, поэтому у них нет ее возможности раздолбать. В целом здесь довольно живописно даже, потому что ты едешь практически через залив, насквозь. Здесь, на Дамбе, если кто не в курсе, снимался старый-старый клип группы Иванычек Интернешнл на песню «Тучи». Знаю, но на тот момент, как бы Дама была еще вообще не построена. Ее ввели в эксплуатацию, вот эту часть, по которой мы едем относительно недавно. Очень обидно, что здесь нет велодорожки. В Кронштадт это был бы просто один из бомбейших, я кажется, маршрутов. Упущение, упущение. А возможность проложить его, ну, мне кажется, была бы. То есть это было бы несложно. А так приходится вот такими закоулками пробираться в Кронштадт. Ну, это, оказывается, есть возможность. Минутка самолюбования. Сейчас вот на этой прямой мне удалось разогнаться до 50 км в час. Ну, чтобы вы понимали, как бы я ни разу не в спортшоссе. И, блин, это жестко, ребят. Ну, то есть, как бы вот я разогнался, я молодец, а теперь я пытаюсь отдышаться от всего этого. Ну, это прикольно. То есть, как бы, прикольно. Просто каденца не хватает уже что-то большее сделать. Получается, последний лайтовый пролет был дамбы. Сейчас у нас впереди, скажем так, анал-карнавал. Будет очень тесно и неудобно, насколько я могу судить из видео, которое есть. Ну, такой. Макс вещает, что легкий участок закончен, начинается интересный. Адовый, анал-карнавал. Ваши комментарии? Господи, без комментариев, какое-то заклинание. Анал-карнавалус! Макс загнал нас в какую-то... Опа! Не за что. И дальше самый тесный, ужасный участок. Поехали, чё. Мы сейчас в самом узком месте. То есть, ребята, я вот смотрю, впереди едут. Ну, у них получается здесь ехать. А у меня в таких узких местах вестибулярка просто отключается. И меня начинает колбасить с стороны в сторону. То есть, чтобы как-то принять равновесие, мне нужно немножко пространства. Но, как говорится, не так сложно, как может показаться. Длина этого пролета моста около километра. Так что, если у вас так же фигово с вестибуляркой, как у меня, то закладывайте это сразу себе в план, что где-то километр вам придётся идти пешком в довольно тесном месте. Но если вы молодец, у вас всё нормально с равновесием, то проблем нет. Есть пара мест, где надо совсем протиснуться. И всё, всё нормально. Ну, и, может, будет немного страшновато тем, у кого есть боязнь высоты. Потому что забор здесь чисто символический. А высота довольно приличная. Да и много ли надо, чтобы убиться? Вот. А те, кто боится высоты, я думаю, им и меньшего вполне хватит. Вот. Поэтому имейте это в виду, если вдруг соберётесь ехать в Кронштадт на велосипеде. Есть, как говорится, нюансы. Мост красивый. Довольно узкий, но, в принципе, в нём процентов 80 реально проехать. На МТБшнике. Вот. Вот с прямым рулём. Реально проехать и побиться рулём об перила. Потому что, если руль баран, то биться кулаком об перила, оно, видимо, не очень. Кто здесь столько стёкол набил? Что за звери? Вот на них обращайте внимание, если решите пофорсажить здесь. Столкновение с ними будет фатальное на большой скорости. А в целом дорога ровная, классная. И жаль, что она не сплошная до самого Кронштадта. Такие вот интересные наплывы асфальта на последнем мосту. И довольно много их везде здесь. И вот вроде ровно-ровно на них вот такие неприятные прыжки получаются. Ездят, бымс, и это вроде как... О-о-о, стрёмненько. Будьте внимательны. Короче, за сим мы в Кронштадте. Всё, мы приехали. Учтите аспекты, на которые я указал. И вперёд. Это вам будет интересная ачивка в вашем послужном списке. Ну, если вы, конечно, в Петербурге живёте или рядом где-то. Те, кто живёт далеко от Петербурга, для вас тем более будет ачивкой приехать в Кронштадт на велосипеде. Итак, нас недавно обвинили в том, что мы рекламируем в Лаваше, поэтому мы приехали ещё раз сюда поесть. Жух. Мы ещё поедем. Можешь нас спать, пожалуйста? Решение. Не, в трещине было интересным. Конечно. Такой контент запорол. Сначала у Макса был план воткнуть iPhone 11 в трещину, но трещины очень широкие, либо iPhone очень узкий. Либо у Макса что-то с руками, но спросим у него. Но на самом деле, да, трещины очень широкие для iPhone 11. iPhone не встал. В общем, вот храм, он есть только в Кронштадте, и это точно доказательство, что мы здесь были. Если вы понимаете, о чём. Всё, снимайте хромакей, спасибо. Не сфоткал велик, не катал. Конспиративным образом через выломанную воротину в стене, не уверен, что законно пробрались на пирс. Она была не выломанная. И гуляем. Это была открытая воротина в парк. Мы абсолютно легитимным образом попали в парк через открытую ворота. Просто ворота были открыты не абсолютно законным образом. А это никого уже не касается. По уму должно кого-то касаться, но у нас лапки. Кто не знает про музей Мусоргского, то must have побывать в этом, вот в этом, вот в этом всём. Короче, кто не был в Кронштадте, или конкретно здесь, это прикольное место для прикольных фоточек. По большому счёту, это просто красиво организованные кучи мусора. Но это не отменяет то, что они прикольные. И благо за шедевры их никто не выдаёт, как всякое говно, которое называется современным искусством. Ну вот, покатавшись немножко по Кронштадту, частично закрытому из-за пандемии, мы повернули на обратный путь. Погода нам сегодня благоволит по полной программе. Не жарко, не холодно, ветерочек лёгенький. Такой прям всё в тему, всё хорошо. Поездка в Кронштадт удалась. Давно собирался, давно думал сюда скататься. И вот, наконец, да, побывал. Гештальт закрыт. Очередной. Арсений, присоединяйся к кругу почёта. Ещё один круг почёта по Кронштадту. И мы валим из Кронштадта. Это было замечательно. Всё. Дамба! Дамба! Ветер прям усилился. Так ощутимо. Более холодным стал. То есть сейчас на дамбе нас немножко, конечно, попродует посильнее. Первая техническая дорога заканчивается. Первый сегмент. Сейчас у нас начнутся приключения, опять уже обратные. Их особо снимать не буду. Если что-то не показал по пути туда, то сакцентирую. А так нет. Вот так, короче, приветствует наш канал. Короче, всё. Домой. На сегодня, значит, точно всё. Дорога в Кронштадт разведана. А это, значит, новая ачивка, новый опыт, новые впечатления получены. Если хотите быть в курсе всех новостей, всех каких-то материалов и интересностей, то подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Там посты не часто, но обычно что-то прикольное стараемся постить. Ну и на канал не забудьте подписаться, если ещё не подписаны. Налайкайте, накомментируйте. Позовите друзей. Всё. Всем спасибо. Всем пока.